И что он может от тебя скрывать? Тань, если б я знала... Я смотрю, ты уверена, движешься в сторону клиники неврозов. Не знаю, может, ты и права. Может быть, у нас действительно предсвадебный психоз. Так, подруга, смотрим на меня и быстро колемся. Что-то случилось? Поссорились? Да нет, мы не ссорились. Просто я чувствую, что Серёжа от меня что-то скрывает. Но он молчит, не говорит, понимаешь? Ну, молчит, значит, сказать нечего. Ну, что ты пристаёшь к нему с разными глупостями, а? Прости, что ты сказала? Я говорю, что ты себя накручиваешь. Но нет у него задушёй никаких тайн. У него там вообще ничего нет, понимаешь? Шучу. Он, конечно, хороший парень, но мне кажется, он не способен на глубокие чувства. Это ещё почему, Тань? Скажу тебе, как строитель строителю. Он будет слабой опорой для вашего семейного гнёздышка. Тань, подожди! Скажи мне честно, за что вы так друг на друга взъелись? Привет, самый обаятельный и привлекательный. Угу. Так, вот это для Вадима Леонидовича. И сделай мне, пожалуйста, копию. А, хорошо. А тебя здесь, между прочим, заждались? Кто? Сюрприз. Одна старая знакомая. М-м-м. Насколько старая? Ну, тебе виднее. Ладно, попробуем по-другому. Одна добрая знакомая. Интересно, чем же эта одна добрая знакомая заслужила твоё расположение? Неужели шоколадка и в особо крупных размерах? Хорошо. Не старая и не добрая, но упрямая, как стадо слов. Заявила, что будет ждать тебя до победного. Ты ей так нужен. Ты где этот сюрприз прятала? Загляни к себе в кабинет. У-у-у. Вот этого мне только и не доставало. Мы хотели жить, любить и быть одной судьбой, И наше счастье не делить Ни с тем, другим, ни с той, другой. Но бывает так, что всё меняется потом. Чужая ревность, как беда, Ночным дождём приходит в дом. Две волны друг друга снежно Обнимают две любви. Под ним огнём в ночи сияют две души, Как дверь из них, Как я и ты. Пусть наши без судьбы Лишь корабли в открытом небе, Две любви Живут, а значит, есть на свете Я и ты, я и ты. Я и ты, я и ты, я и ты. Надо что-нибудь такое придумать, Чтоб было что-то вспомнить. Слушай, нафига вообще этот мальчишник нужен? По-моему, это только лишняя трата денег. Понимаешь, Димастый, Не всё так просто. Это последний всплеск независимой жизни Для нас, для нас, мужиков на земле. Е-е-е-е-е-е, Гульнуй, так сказать, напоследок, Чтоб не было мучительно больно. А потом пускать пузыри со дна семейной жизни. Понял? У баб то же самое, только скромнее. Называется девишник. Этим обычно подруги невесты занимаются. Понял? А у тебя самого мальчишник-то был? Да тише ты! В том-то и дело, что нет. О-о-о! Я очень жалею сейчас об этом. Можно было такое устроить? Ну ладно. Чего говорить? Давай лучше подумать, что для Сереги сделать. Надо такое ему устроить, чтобы он вспоминал потом всю жизнь. Да что там? Выпивки взять побольше? И какой-нибудь получше? Как мы без тебя бы жили вообще? Ну само собой выпивка будет. Ну еще какие-нибудь мысли есть у тебя? Не знаю, я могу у пацанов музыки натаскать. Всякой там. Господи ты, боже мой. С ума сошел? Фофан голова. Зачем нам музыка? Это мальчишник. Девушек не будет. С кем ты будешь танцевать? Со мной? Блин, ну можно позвать кого-нибудь. Да нет, надо что-нибудь, чтобы было с изюминкой. Понимаешь? Девицу можно позвать, но только не простую, а специальную. Чтобы и спеть смогла, и сплясать. Брать потом все. Слушай, надо разыграть Серегу. Слушай, точно, точно, точно. Как в кино. Помнишь такие, которые из торта выскакивают? Где мы такой торт найдем? Хотя мыслишь верно. Слушай, ты вообще подумал, нужно это им или нет? По-моему, что Сереге, что Таньке вся эта фигня даром не нужна. А не даром так, тем более. Не путай меня. Это традиция. Ее нарушать нельзя. Нельзя и все. Почему? Да потому что, по кочану. Потому что счастья не будет в семейной жизни. Давай лучше прикинем, что нужно из жратвы, сколько нужно выпивки. Слушай, Таньке, конечно, полегче будет с этим делом. Потому что, ну, сколько подружки ее там могут выпить. Кот на плак. Господи, боже мой. Кто о чем, о вшивой, о бане. Подожди, а Серега вообще кого пригласит? Нас с тобой. Да нас с тобой, само собой. Стихи получились. Вот уж не ожидал. А я-то как не ожидала. Чего? Увидеть меня на рабочем месте? Да нет же, Сереж. Ну, посмотри на меня. Я только что чуть не постарела лет на 10, когда узнала о твоей женитьбе. Да. Значит, и ты не устоял. Железный дровосек. Я что-то не помню, что бы в моей женитьбе писала желтая пресса. Ну, знаешь ли, мир не без добрых людей. Извини, здесь не курят. А ты так и не бросила. А у тебя нет ощущения дежавю? Это ведь уже было? Девочка-провинциалка, приехавшая покорять Москву. Сумасшедшая любовь, которая чуть было не стала единственной. полина, я не хочу ходить вокруг да около. Я спрошу тебя прямо. Чего ты хочешь? У тебя здесь довольно уютно. Я бы даже сказала, интимно. Полина, я тебя спросил, что тебе нужно. А ты что, боишься шантажа? Успокойся. Что с тебя взять-то? Я просто захотела тебя увидеть. Пошептаться со старым другом. Или уже не другом. Я этого не говорил. И это на самом деле все? Нет. Не все. Может быть, пообедать со старым другом? Может быть. А главное, мне очень хочется увидеть ту, которая сумела тебя крутить. Жанночка, привет! У тебя же всегда есть что-нибудь вкусненькое. Угости, пожалуйста. Ты же знаешь, я всегда добро на добро отвечаю. Спасибо. А ты что, фигуру бережешь? Почему? У меня что, когда-нибудь были проблемы с фигурой? Ну, это точно. С чем у меня с фигурой у тебя проблем? Нет. Интересно, а с чем у меня тогда есть проблемы? Нет, я как раз хотела сказать, что выглядишь ты просто супер. Лучше, чем кто. Я даже не знаю, стоит ли говорить. Нет, ну, меня извини, конечно, но если начала, давай продолжай. С кем ты мою подружку сравниваешь? Девочки, только... Это сугубо между нами. Вы уж не закладывайте меня. В общем, к Сергею пришла некая дама. Сказала по личному вопросу. Вот такая интересная, такая стильная. Полчаса уже беседует. Ой, только шансов у нее никаких. Завидует, вы на спокойствие. Если мне такое сообщили, я бы уже давно устроила такую варфоломеевскую вечеринку. Прости, что вы это устроили? Вечеринку варфоломея. Император такой был. Кажется, во Франции. Но он еще своим подданным массовое побоище устроил. Вот оно как было, оказывается. Нет, у нее не нервы. У нее канаты какие-то. Поограбили книжный магазин. А там больше ничего не осталось. А то бы я бы пополнила свою библиотеку. Я бы тоже сделала налет. Я совсем исчиталась. Исчиталась? Замечательное слово. Послушайте, я вас приглашаю. Присоединяйтесь. Я предлагаю сегодня устроить совместный праздник. Моя любимая книжка. Вы посмотрите, как мне сегодня повезло. Во-первых, Александр Сергеевич. Под редакцией Томашевского. господин Ключевский. Вот. Курс русской истории. Но вы посмотрите, как она издана. Посмотрите, потрогайте. Потрогайте, с какой любовью. Чувствуете? Чувствуете? Константин Романович, а как Катя выступила? Катя никак. Она просто не явилась. Хотя жаль, потому что я ждал, мне было бы интересно узнать, как она решит тему. Первая любовь в произведениях Тургенева. Так, почему она не пришла? Я хотел-то у вас узнать. Но она же в школе была. Где же она теперь? Ну что, какие новости с переднего края обороны? Ничего не видно, ничего не слышно. А ты так и не видела эту незнакомку? Нет, ну это для нас с тобой она, конечно, не знакомка, а для Сергея очень даже знакомка. Нет, даже не хочу. Да ладно, еще скажи, что тебе совсем не интересно увидеть его старинную подружку, а? Я только что бы сделала вид, что я тебе поверила. Вот. Слушай, а давай заглянем к нему в кабинет, как будто бы мы не знали, что у него есть пуститель. Таня, ты чего, как в детском саду? Ну давай. Ну конечно. Давай еще спрячемся, да, и потом подсторожим, когда она будет выходить. Молодец. Опять посиделки. Татьяна Глорин просила подписать тебя обуви экземпляра. Да. Ну и что мы подписываем? А много будешь знать, скоро состариваешься. Я состариваю. А, Таня, перестань, ты что, меня же оководима, не насквозь. Таня, перестань. Ты лучше вот здесь сядь и гордись, что я твоя подруга большой начальник. А я сижу и горжусь. Что, разве не заметно? Ну конечно. Это ведь очень важно, раз Горин поручает подписывать именно тебя. Самые важные документы он не доверяет мне подписывать. Это другая статья. Но все равно. Я очень большой начальник. Субтитры создавал DimaTorzok 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 на восемьдесят миллиардов триллионов километров. Восемьдесят миллиардов триллионов километров? Обалдеть можно. Именно так. Сейчас вообще упадешь. Оказалось, что все эти галактики, они разлетаются в разные стороны. Все дальше и дальше. Все дальше и дальше друг от друга. Да. Они не просто разбегаются в разные стороны, а скорость этого разбега, она постоянно возрастает. Как тебе это? Печально. Хочешь? С орешками. Спасибо. Ну что, разбегаемся с ускоряющейся скоростью? Счастливо. Счастливо. Слушай, а эти галактики, они могут еще когда-нибудь встретиться? Ну, хоть когда-нибудь. Нет, ну, по идее, вообще не должны. Не, ну, а там, как на самом деле будет, кто его знает? Вселенная. Угу. Динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь. Динь-динь-динь-динь-динь. А что это за пантомима? Это солнышко пришло повидать свою принцессу. Привет. Я соскучился. Интересно, когда я это успел? Ты не представляешь, что сегодня со мной было. Выхожу из дому, никого не трогаю, и тут вдруг на меня нападают. Угадай, кто? Бандиты. Хуже? Инопланетяне? Цветок какой-то странный, девушка какая-то странная. Девушка, а вы кто? Не знаю. Сама все чаще и чаще задаю себе этот вопрос. Это совсем на нее не похоже. Она так готовилась, она все время выписывала, вычитывала что-то. Но я правда не спрашиваю, что она там пишет, потому что она ко всему очень болезненно относится. У них сейчас такой возраст, они все отрицают. Она мне не доверяет совсем. Она считает, мол, свою жизнь не можешь устроить, так ты даже учишь. Я думаю, это пройдет. Пройдет. Когда? Я думаю, скоро. А вот если речь заходит о мальчиках, или того, пуще о любви, так она же вообще просто в крик кидается, и кричит, замолчи, ты ничего не понимаешь. Поэтому я тему им такую дал, чтобы они побольше высказались, побольше себя выразили, рассказали о том, что она болела. Потому что про первую любовь не сочинение писать, это романы писать надо. А у вас была такая? Ну да, была. Первая. Она же последняя. Не зарекайтесь. Любовь придет, не спросит, какая она по счету. Вы знаете, как горит торф? Ну вот все думают, потушили, а он там под землей тлеет, тлеет, а потом... Это не про меня. Это не про меня. Про таких, как я, Есенин замечательно сказал. Кто сгорел, того не подожжешь. Где же Катя? И мобильный совершенно не отвечает. Мне кажется, о местонахождении Кати может знать только ее подруга, Света. Я, как увидел это солнышко, сразу решил принести его тебе. Ведь ты же мой солнышко, ты моя радость. И вообще тебе очень идет желтый цвет. А я знаю, что желтый цвет, это цвет измены. Нет. Это все мракобесие, косность и бабские глупости. Сереж, почему ты не сказал, что к тебе приходила девушка? Я обещал тебе никогда не обманывать. Я слово свое держу. Но! но это долгая история. А я совершенно никуда не тороплюсь. А вот у меня работы под завязку. И тем более, зачем нам все друг о друге выяснить сразу? О чем же мы будем беседовать долгими семейными вечером? У тебя в запасе только одна история? Ну, Вась, ну я же не на всю жизнь прошусь. Всего на пару ночей перекантоваться. Чего тебя ломают у матери спросить? Ты же знаешь, что для тебя я и не только это могу сделать. Не это могу сделать, а это не могу. Да что случилось-то? Я же должен матери объяснить, почему ты из дома убежала. Нифига я не убежала. Блин, ну не могу я тебе сейчас объяснить и все. Придумай сам что-нибудь, ты же лучше свою мать знаешь. Давай уже решай быстрее, а то вон и калиешь. Я еще виновата буду. А что, если сказать, что к вам привалила толпа родственников, а? и тебе спать нигде. Ну это будет почти правда. Слушай, только знаешь как, ты скажи своей матери так, чтобы она не вздумала моей звонить, ладно? Давай, все, постарайся уже, давай. Ну правда, не могу домой сегодня вернуться. Ну давай уже, иди. Давай. Ну вот, как видишь, моя принцесса, у меня нет никаких у тебя секретов и никаких тайных встреч. Полина это просто старый добрый друг. Угу. Ну и зачем она приходила, Сережа? С какой целью? О чем-то сказать или попросить чего-то? Сказать. И сказала. Она приходила попрощаться. Угу. Так что вам, ваше высочество, абсолютно не о чем беспокоиться. Ты знаешь, моему высочеству вообще хотелось бы знать. и как много мне теперь ожидать таких визитов, а? Ревность абсолютно не королевское чувство, но ты даже ревнуешь потрясающе. с ума сойти. Ну посмотрите на него, вот он сидит, он даже не боится, что я его могу задушить в конце концов. Да? Ну Танюш, ты же должна понимать, что до того, как мы с тобой встретились, моя жизнь как-то худо-бедно проистекала. Я с кем-то знакомился, с кем-то встречался. Ну конечно. И ты никак не думал, что на твою голову сварилось такое чудо, как Таня Разбежкина, да? Которая приехала покорять Москву. Да? Да, мне очень сильно повезло. Я нашел свою половинку. Ты уверен? Угу. Абсолютно. Поэтому я и хочу подвести черту под свою прежнюю жизнь и начать новую с чистого листа. И что для этого надо сделать? Ну, во-первых, наверное, встретиться с Полиной, объяснить ей, что у нее все еще впереди, и она тоже встретит свою половинку. Ну все понятно. Короче говоря, вы хотите поплакаться друг к другу в жилетку, да? Угу. Угу. И? И разойтись, как в море корабля. Света, здравствуй, это Константин Романович беспокоит. Скажи, пожалуйста, Катя Рыбкина, ее до сих пор нет дома, и в школе она тоже не была. Ты что-нибудь знаешь? Что значит гуляет? Сколько можно гулять десять часов подряд? Света, вы подруги, она, может быть, тебе что-то говорила. Я тебе клянусь, я все оставлю в тайне, буду держать в тайне и ничего никому не скажу. Но ты пойми, что Катина мама очень-очень волнуется. Да? Ага. Скажи, пожалуйста, где может обитать этот Вася из параллельного класса? Пишу, пишу. Если ты не помнишь улицы, не страшно, хотя бы какие-то координаты. Так, вдоль стакады, пишу. Вдоль стакады. Вдоль стакады. Магазин автозапчетей налево. 70% американцев продолжения войны в Раке не хотят. А, ну, номер дома? Подъезд. Угу. Света, телефон. Понял. Хорошо, спасибо, Света. Очень помогла. Спасибо. Молодец. Ну что, у нас есть подробная карта. Я думаю, что, может быть, мне стоит одному поехать. Или я здесь не усижу. Я с вами. Ну, что ты выяснила, то это тень из прошлого. Ну, да. Это одна старая знакомая Сергея. Ну, ничего противозаконного. Он даже с ней сегодня обедает. Отлично. Высокие, высокие отношения. Очень благородно. Нормально? Сказал своей невесте, что идет развлекаться с другой и свободен, как ветер. Тань, слушай, ну, нельзя же всех по себе судить. Тань, ты что, не понимаешь, что у тебя в данный момент жениха из подмоса уводят? Откуда ты знаешь, что там все кончено у нее? Если бы вам платили за разговоры в стиле ля-ля-та-паля, вы бы уже были миллионерши. Можно повнимательнее, госпожа вице-президента? Вы в прошлый раз расписались не там. Пришлось припечатывать. Ну, извините, Жанна, опыта еще не хватает. А вы можете мне точно показать, где я должна расписаться? Жанна, палец не убирай, а то наша Танечка так мужчине замучили, что у нее строчки перед глазами расплываются. не пойму я ее. То вроде нормальный человек, а то как будто накрысится на что-то. Тебе что, Жанна волнует? Таня, хочешь давай бесплатных советов? Ну, только если что, бесплатных, потому что иначе мне не хватит на такси. Совет первый. Понимаешь, нельзя так слепо доверять мужчинам. Ну, нельзя. Откуда ты знаешь, что у него с Полиной все кончено? И вообще, где гарантия того, что там нет небрачных детей? Тань, ты чего? Ты сериалы, что ли, не смотрелась? Какие бы небрачные дети? Совет второй. Изамит, тоже бесплатный. Если ты к ним не прислушаешься, ты можешь заплатить очень высокую цену. Скажи мне, ты вот так вот все бумаги подписываешь, не глядя на них? А если там приказ тебя расстрелять? Ну, их же по сто раз и Горин проверяет, и Жанна. Слушай, у меня такое ощущение, что мы с тобой сейчас местами поменялись. Не ты меня, а я тебя прошу быть серьезней. Хорошо. Впредь обещаю своей самой старшей подруге быть самой серьезной из серьезных. Слушай, ты нахалка. Я, может, только она говорит, старше тебя, если что. И кто тебе дал право издеваться твоими борщинками? Запомни, права не дают, права берут. Понимаешь? Кстати, совет тоже безвозмездный. Я запомню. если мне удастся применить его на практике, я тебе даже приплачу. Ну, все. Идем. Ага, все, хорошо. Откуда взялся этот Вася? Ну, Аня, не волнуйтесь, они у нас в руках. Да? Да. Компас взяли, соль взяли, перед взяли. Аня. Мне кажется, вам лучше остаться. Почему? Потому что она вас увидит, она заупрямится. Лучше я сам с ней поговорю. Я все-таки учитель. Да? Да, да. Оставайтесь, пожалуйста. Ну, а откуда вы узнаете номер дома? Света телефон дала, нет? Нет, Света телефон не дала, но я знаю главное. Я должен найти Васю, сноубордиста из параллельного класса. Ага. Благодарю. Не волнуйся, пожалуйста. Все, я пошел. Да. Привет. А я тебе чай принес. С лимончиком. Спасибо. Ты мой заботливый. Это я пыль в глаза пускаю. Даже не надеюсь, а после свадьбы роли кардинально поменяются. Ну? Почему ты расстроилась? Знаешь, у меня будто все не выходит из головы это Полина. О-о-о, опять 25. Ну, если бы я знал, ну хочешь, я не пойду с ней навстречу. М? Вот я сейчас на секундочку заглянула в свое предполагаемое будущее. Вот представь. Нет, ты не смейся, ты представь, представь. Закрой глаза. Вот, допустим, прихожу я к тебе на работу, все такая распрекрасная, замечательная, а ты стоишь со своей новой девушкой и шепчешь ей на ухо. Дорогая, не волнуйся. Это мое прошлое, я хочу о нем побыстрее забыть. Мы с ней сейчас просто товарищи. Я люблю только тебя. Ну, что ты смеешься? Ну, что ты смеешься? Ну, тебя и фантазия. Даже не думай об этом. В этой тихой гавани я хочу бросить свой якорь навсегда. ты хоть знаешь значение слова навсегда, а? Катя, если ты мне не доверяешь, ну, послушала бы хотя бы маму. Вася убью. Продал меня за три копейки. Вася никого не продал. Вася поступил как настоящий мужчина, ответственный. Потому что он понял, насколько твоя мама волнуется. Надо было раньше волноваться. Катя, вместо того, чтобы маму попрекать, ты бы хотя бы ее пожалела. И меня заодно, у меня зуб на спу уже не попадает. Кончится дело больницей. Ну, ладно. Сейчас пойду. Я только сумку возьму. И вот еще, вы мне поклянитесь, пообещайте прямо сейчас, что ни вы, ни мать не будете. Что? Сами прекрасно знаете что. Иначе я так убегу, что вообще не найдет ни милиции, ни МЧС. Твой недосказанный упрек я разгадать вполне не смею. Твой гнев уже ли я навлек? Опять прячется из-за стихи? Это кто, Пушкин? Пушкин, Катя, пять баллов. Иди, пожалуйста, за сумкой. Угу, ладно. Мишка, знаешь, кто сегодня заявился ко мне на работу? Моника Белуч. М-м, почти. Полина. Помнишь? Ну, как же не помнить. Учитель жизни. Че приходило? Главным образом на нервах поиграть. По-моему, у него там что-то разладилось с нынешним бойфрендом. Бывает. Главное, чтоб об этом твоя Татьяна не узнала. Ну, что ж ты раньше не сказал? Уже знает. Что, добрые люди в беде не бросили? Угу, только намекнули. Что, сам рассказал? Надо же, состоялся аттракцион неслыханной глупости. А я пролетел. А вот и первый кошмарик. Мишка, я тебе позже перезвоню. Обручального кольца нет. Ручки нежные, халеные. Никогда в жизни не жали ничего тяжелее кошелька или кредитной карточки. не понят. Ну, отпусти же меня, прекрасная незнакомка. А это страшная знакомка. Так, ты что здесь делаешь? Ну, ты не волнуйся, я не помешаю. я просто проезжала мимо, решила зайти. Может, с тобой здесь были как-то? Знаешь, ты как всегда не был. Все, все, я исчезаю. Мне нужно папу проводить, он в Канаду улетает. Ответчиком на переговорах выступает. Удачи тебе. я буду за тебя болеть. И помню, дорогой, я всегда рядом. Привет. Привет. все так красиво получается, Танюша. Анька, а тебе не кажется, что великоват немножко, ага, нет? Нет, если что, уберем. А может, подкормим тебя быстренько. Господи. Все-таки жалко, что у меня не было настоящего свадебного платья. Это так красиво. очень красиво. Правда. Но ведь платье должно быть свое. Вот мы с Вадиком будем расписываться, и я обязательно куплю себе новое. Хотя это очень красивое. Правда. Ой, Танька. Только чужое платье, это ведь дурная примета. Галь, ты что, в журнале вычитала? А я не верю в приметы, Галь. Я знаю, что все будет хорошо. Да, да, ты права, прости, прости. Ай, я очень тебе благодарна за то, что ты согласился со мной встретиться. Надеюсь, ты не собираешься как-то выражать свою благодарность? Ну, по большому счету, это ты должен быть мне благодарен. я же развязала тебе руки для другой счастливицы. Ну, на этом взаимные реверансы мы и закончим. И выпьем за дружку, как старые, добрые друзья. За дружку. Кстати, мы твоей бывшей подружке решили организовать клуб разбитых сердец имени Сергея Никитая. очень остроумно. Ну, так же, как и твоя сварьба. Скажи мне честно, ну, зачем ты женишься? Ты ведь не веришь в любовь ни с первого, ни с последнего взгляда. Почему же? Все меняется. Я тоже меняюсь. Теперь верю. Даже больше того. Верую. Я заключила пари. На сколько тебя хватит? На что ты поставила? Ну, на то, что уже через три месяца ты будешь биться в клетке и кричать. Выпустите. Мне жаль тебя разочаровывать, но ты проиграешь. Ай-яй-яй. Неужели трех месяцев не продержишься? Значит, плакали мои денежки. И я вместе с ними. Интересно, а Сергей уже вернулся от этой Полины или еще там находится? Позвоню. Нет, я не буду звонить. Так получится, что я ему не доверяю. А ты доверяешь? Я хочу ему доверять, но проверять боюсь. Ну, господи, зачем мне искушать с его? Надеюсь, что с учебой у тебя будет все нормально. Фортель не выкинешь. Обязательно выкину. В окошко. Пять дней, пять галстуков. Нормально? Ну, конечно, нормально. Если одевать по одному в день. Все будет хорошо, папочка. Не переживай. Обязательно возьми с собой вот этот. Он тебя будет молодить еще больше, чем ты есть. Ты так думаешь? Да я не думаю. Я знаю. Я же все-таки женщина. Спасибо. Спасибо. А что ж тебе привезти из заморских стран, дочь моя любимая? Платочек ли, усыпанный бриллиантиками? Или цветочек аленький, аленький? Ничего мне, батюшка, от тебя не надо. А я пошутил. Освободи меня поскорее уже от своей опеки. Отдохнуть от тебя хочется. Чудище ты мое, окаянул. Чудище заокаянил. Без любви дочерней. Так. Да. Ну что, шалтай и болтай. Покормить вас ужином? А что это мой шалтай и болтай? Ну, а кто вы есть? Ты, ну, летаешь куда-то, не весь куда. Она вообще из дома ушла, болтается, бог знает где. Ну что, чемодан сам, что ли, складывай? Не закрывай, нет. Я проверю, а то без меня вообще весь дом позволили. Ой. Ап. Вот так. Татулька, подарочек папе. Главное, тусенька, чтоб ты у нас дома осталась. Ты нас правильно накормишь? Знаешь, чем бы я тебя накормила? С превеликим моим удовольствием. Березовой кашей с добавкой. Да. Вот сейчас бы, здесь бы разложила бы. Да. И по тому месту, из которого ноги растут, от всего своего большого и доброго сердца. Откуда это растут? Это все наше, не надо нам. Все хорошо. А без березовой каши что у нас вырастает? Вот такое. Вот такое. Хорошее выросло у нас. Дайте поцелуй. Давай Туше поцелуй. Му-у-у-у. Тетя Тома, можно здесь у вас посидеть? Ну где? Заходи, заходи, садись. Недорого возьму. Шучу. Что не спится? Ну, сейчас концерт юмора будет. Юмор, это здорово. Только знаешь, что-то у меня в последнее время как-то недоимное. Ну. Мне тоже как-то не спится. Даже чаек успокоительный заварила себе. Хочешь попробовать? Нет, нет, я маму не хочу быть. Да, не надо. Ты у меня продуманусь. Только что заварила. Тебе у меня тут что-нибудь справа, я тебе трава, это мне так сразу. Понюхай, пахнет хорошо. Там мята, пустырничек, мелисса немножко. Угу. Прелесть какая. Ты так бы всегда, да? Чайку выпила, и вроде как все нормально. А что, у тебя ненормально? Все случилось, понимаешь? Ты знаешь, тетя Дома, сама вот не понимаю, честное слово. Вот как-то сердце как будто не на месте. И страшно, непонятно от чего. Не, ну, это выброси. Сложно тоже мне? Сердце, сердечница нашлась. Ты что? Я мало мамы, что ли, твоей? Вот так. Да ты из головы выброси это. Не, вы знаете, действительно, иногда оно прям как-то как сожмется и в пятки. Ну, ну, что? Ну, у меня было тоже, ты знаешь. Иногда по делу, иногда я просто так. Ты не накручивай себя, оно так и успокоится. Да? Ой, Господи, Боже мой. Сердечницы вы мои родные. Что же мне делать с вами? А ничего, скоро веселье начнется. Девочка-то наша, красавица-то наша, замуж выходит. Мама. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова Корректор А.Егорова